Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 к качеству продукта. Иногда мы смотрим на кирпич, ну, красный он и красный, да, а вот сколько технологических процессов прошла глина перед выпуском, вот это очень важно. Поэтому, конечно, только специалист может подсказать так, чтобы потом это изделие очень долго радовало, не отлетала лицевая поверхность, не впитывала в себя грязь, воду и вот так. В вашей компании вот такую консультацию можно получить? Ну, по сути дела, мы на этом специализируемся. То есть мы в своем шоу-руме на вокзале 61, кстати, мы переехали по новому адресу, собрали, на наш взгляд, лучшие заводы, которые имеют высокие технические характеристики и относительно невысокую стоимость. Нужно отметить, что вот мы работаем практически со всеми крупными строительными компаниями города Рязани, постоянно участвуем в тендерах и подбираем для них кирпич, который оптимальный по цене и по качеству. Соответственно, для частного домостроения у нас существует немного иная линейка с более повышенным техническим требованием. Но нам, как продавцам материал, конечно, не нравится иметь дело с рекламацией. Конечно, не нравится видеть недовольных клиентов. Поэтому за почти 6 лет работы нам удалось отойти от каких-то производителей, которые начинают либо экономить, либо плохо работают с рекламациями. То есть если возникают проблемы, надо понимать, что проблемы бывают у любого завода. Это связано, во-первых, и с временем выпуска кирпича зимний или весенний кирпич. Бывают заводы, к которым ты обращаешься, они быстренько все меняют, возвращают либо деньги, либо еще что-то. А бывают заводы, которые просто отказываются исполнять такие обязательства. Поэтому от таких производителей мы отходим. Я считаю, что тот кирпич, который представлен в нашем шоуруме, не требует никаких забот, никаких дополнительных действий. Его не надо гидрофобизировать, чистить или еще что-то с ним делать. Насколько я знаю, вы сотрудничаете не только с отечественными, но и европейскими производителями. Разница в цене наверняка есть, а вот в качестве. Да, у нас кирпич бельгийского, германского производства, голландского, все это в шоуруме есть. Понимаете, отпускная стоимость на заводах и захотовителях не изменилась. Изменилась котировка по отношению к российскому рублю. Если раньше та же самая кирпич ручной формовки, раньше цена была в пределах 40 рублей, то сейчас это уже 80-90. В связи с этим, вот, кстати, могу подтвердить, что импортозамещение в строительной сфере работает как нигде. В связи с этим российские производители уже научились выпускать ручную формовку. Пусть она, конечно, не имеет таких оттенков по цветам, такого большого широкого разнообразия, как у импортных кирпичей, но все же. Это уже доступные кирпичи в районе 43-44 рублей ручная формовка, да, по отношению к той же самой Бельгии, где ценник около 100. Это видно. Тот же самый, допустим, вот завод Брайер, тульский, в конце 15-го года и в начале 16-го выпустил кирпичи практически идентичные одному из европейских производителей. Допустим, аналог импортного кирпича, вот о котором я сейчас сказал, стоит 50 рублей, а вот продукции тульского завода Брайер, баварская кладка, например, с посыпкой песком, так берешь в руки, они одинаковые. Они стоят там в районе 23 рублей. То есть вот налицо разница, налицо импортозамещение. Я это все к чему? К тому, что не всегда импортное лучше. Поэтому приглашаю всех посмотреть, сравнить и увидеть своими глазами импортный кирпич, отечественный кирпич, практически ничем не отличающийся. Раз уж мы с вами о ценах заговорили, никто не знает, что будет дальше и будет ли дальше расти курс валюты. Вы бы посоветовали, если нужны строительные материалы, если кто-то планирует строиться этой весной, когда удобнее закупать? Ну, смотрите, зима традиционно – это время идеальное для закупки. Почему? Потому что все заводы разрешают дилерам, таким, как наша организация, выкупать объем продукции и хранить на складах завода. То есть не перемещая ее лишний раз, не подвергая ее разгрузке, перегрузке, все-таки вот эта вот кантовка, она не нужна. Зимой, естественно, заводы испытывают перезатарку складов, в связи с этим устраивают рождественские распродажи, предновогодние распродажи и опускают стоимость. На сегодняшний день вот у нас действуют скидки до 15% от обычной розничной цены и возможность выкупить материал, допустим, сегодня, а получить его в марте-апреле месяце без удорожания стоимости. Схема очень простая. Вы приходите, выбираете, оплачиваете деньги, заключаете договор. Мы, естественно, бронируем эту продукцию на складе завода-изготовителя и по первым вашим требованиям доставляем до вашего участка. Роман, а где выгоднее закупать материалы? На заводе, на рынке или, допустим, у вас в таких специализированных магазинах? Как в таких случаях говорят, это очень правильный и хороший вопрос. Что такое завод? Завод всегда стремится продать по максимально высокой розничной цене. Потому что там же тоже сидят давно работающие неглупые люди, которые понимают, что люди, идущие на завод, которые уже пришли, они готовы отдать деньги. Они уже не смотрят и, в принципе, скидок не просят. А если и просят, то скидка небольшая. Что такое рынок? Рынок – это всегда аренда, это всегда складской определенный запас. То есть те, кто работают на рынке, где-то купили кирпич, привезли его к себе, поставили, заскладировали и продают. Что это значит? Перевозка плюс, разгрузка-погрузка плюс, складское хранение плюс, и все это плюс-плюс-плюс к цене. Соответственно, когда вы покупаете кирпич на рынке, дороже, чем на строительных рынках, кирпича купить просто нигде невозможно. А чем занимается наша организация? Мы занимаемся прямыми поставками заводов-изготовителей. То есть, когда вы приобретаете продукцию у нас, мы сразу завод доставляем на ваш участок, минуя вот это складское хранение, разгрузки-погрузки, зарплата сторожа, амортизация техники и многие другие моменты. Я вам больше скажу, что большинство кирпича, которые представлены на строительных рынках Рязани, приобретаются в организации наподобие наших. То есть, мы уже заработали, продали, там люди купили, продали, заскладировали, и вам еще раз наценили и продали. То есть, как правило, покупая через строительный рынок, вы переплачиваете, ну, процентов 20. Имеет смысл приобретать на строительных рынках только тогда, когда вам нужно небольшое количество кирпича, и этот рынок находится к вам близко. То есть, вы поехали, там один-два поддона купили, и все. Там переплаты оставят, ну, там не очень большие деньги. Роман, спасибо вам большое, что вы нашли время сегодня к нам прийти. Я думаю, что зрители наши заинтересовались и станут вашими клиентами. Спасибо вам. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин